МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Третье марта, международный день охраны уха и слуха. К 800-летию Нижнего Новгорода Саровчанка выиграла конкурс костюмов для Нижегородского губернского оркестра. Победа в областном турнире саровские бадминтонисты обыграли нижегородских спортсменов. Далее расскажем обо всем подробно. Провал финансирования и дефицит в десятки миллионов рублей. Текущая ситуация в ДЭП грозит предприятию закрытия. Дыры в бюджете образовались в том числе и из-за того, что соседняя Мордовия в прошлом году не оплатила работы по строительству новой дороги, хотя магистраль сдана. Ситуация работает в ручном режиме. Действительно, управление... Зачастую мы активно вмешиваемся в деятельность ДЭПа, потому что в противном случае есть риск, что это предприятие может прекратить свое существование. Поэтому мы не можем его бросить. Это люди, это обязательства города. Как рассказал Алексей Сафонов на пресс-конференции, перспективы, что Мордовия закроет свой долг, есть. Глава города надеется, что в течение марта удастся вывести финансовое состояние ДЭП из ямы и привести хотя бы к нулевому балансу. Есть подвижки и с вопросом строительства детской поликлиники. Мы действительно надеемся, что в марте вопрос уже будет полностью закрыт, то есть все решения будут уже подписаны. То есть сейчас они устно проговорены, но мы надеемся, что они будут уже подписаны и стройка возобновится. МГУ Саров – это еще один вопрос, который интересовал журналистов. Ожидается, что уже в сентябре там начнут обучение первые 50 студентов. Учебные корпуса из тут городок расположатся на территории технопарка, который в перспективе станет частью Сарова. Административные границы города выйдут за пределы охраняемой зоны. Так появится так называемый Большой Саров. Мы пытаемся сохранить в рамках существующих юридических обязательств контролируемый периметр и та пропускная система сохранится. То есть мы не планируем ее жестоко менять и получаем некую открытые территории, которые живут в существующем порядке. На текущий момент пока нет целесообразности делать пропуска всем, ну как говорится, внешним жителям для города. Такие проекты, как МГУ Саров, сделают город более привлекательным для перспективной молодежи, уверен Алексей Сафонов. Ответил мэр и на личные вопросы. В частности, признался, что новая должность не вызывает у него однозначных эмоций. Раньше я был более свободен в плане своих решений и в вопросах проведения досуга, что называется. Понятно, это заметно отразилось на семье. Им тоже не все нравится в моем образе жизни, не действующем. С другой стороны, работа действительно интересная. Есть такие задачи достойные, которые, скажем так, не стыдно за них взяться, и есть возможность их решить. Такие встречи с журналистами Алексей Сафонов планирует проводить регулярно. Лидия Шилаева, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Семенящая походка и постоянная бдительность. Если потерять равновесие, то падение не избежать. Из-за весенних климатических качелей на улицах и тротуарах города образовался каток. И в ближайшее время ситуация не улучшится. У нас на улицах скользко, вот за эти дни справляются с уборкой снега и льда. Ой, вот сегодня скользко. Вчера еще вроде было нормально. Ну, пешочком пройтись можно, пару раз навернуться. Вот, но так неплохо. Автомобилисты, кстати, вот жалуются, что очень скользко, гли, все дела. В выходные, особенно когда после снегопада, это по улицам очень проблемно пройти. Скользко. У нас ведь как, снежок выпадет. Проехали, прочистили опять. Скользко. Погода устроила системе городского обеспечения настоящий тест на прочность. Осадки почти в два раза превысили среднегодовую норму, а перепады температур приходились, как правило, на выходные. Люди действительно работают без выходных. То есть это непростая задача. Для них стараются. То есть мы изменили работу центра ЖКХ. Теперь они выходят с шести утра, чтобы успеть сделать максимально для того, чтобы люди могли добраться до работы. Понятно, что не все нам удается, но тем не менее мы действительно стараемся и надеюсь, мы приведем эту ситуацию в надлежащий образ. Труды работников дорожно-эксплуатационных предприятий также не прошли впустую. В частности, они не допустили на дорогах транспортного коллапса. Существенно усложняет их работу старое оборудование. Последний раз его меняли около 10 лет назад. Мы уже попробовали там, наверное, пять разных вариантов работы на наших дорогах. То есть есть положительные отметки, есть отрицательные результаты. То есть понятно, что дороги первой категории удается содержать в более-менее исправном состоянии. Дороги третьей категории на самом деле, да, находятся в весьма плачевном. Тут мы это признаем. Изучив опыт наших соседей, сотрудники администрации планируют в этом сезоне пересмотреть систему работы и финансирования дорожно-эксплуатационных предприятий и управляющих компаний. Несмотря на то, что COVID-19 с нами уже больше года, до сих пор в СМИ появляются новости о том, что ученые обнаружили его новые особенности. Чаще всего журналисты пишут о том, какие последствия может вызвать перенесенная коронавирусная инфекция. Болезнь эта по-прежнему малоизучена и может преподнести еще много неприятных сюрпризов. Даже если человек перенес COVID в легкой или бессимптомной форме, медики рекомендуют прислушиваться к себе, следить за здоровьем, соблюдать режим дня, отказаться от вредных привычек, поддерживать физическую активность. Если инфекция протекала с осложнениями, сопровождалась тяжелым поражением легких, то потребуется некоторое время для восстановления организма. Таким пациентам при выписке рекомендуется выполнение дыхательных упражнений в домашних условиях, ежедневные пешие прогулки на свежем воздухе, дозируя темп и следя за чистотой дыхания. Чаще всего коронавирус поражает обонятельные вкусовые рецепторы. При средне-тяжелых формах он наносит удар по легким. Коронавирус способен поражать нервную ткань. Клинические симптомы в этом случае проявляются в виде неврологических расстройств. Главная боль, снижение памяти, нарушение сна, известны случаи психомоторного возбуждения пациента. Восстановление зависит от степени тяжести перенесенной инфекции. Если у пациента имеются сопутствующие хронические заболевания, заболевание протекало в тяжелой форме, сопровождалось с большим объемом поражений легочной ткани, пациенту проводилась искусственная вентиляция легких. Ожидать, что пациент быстро вернется в привычный образ жизни после выписки, не приходится. В первую очередь человеку, перенесшему ковид, нужно обратиться к участковому терапевту. Специалист после осмотра оценит динамику, при необходимости назначит дополнительное обследование и определит тактику лечения. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. 2020 год. В Сарове отмечен пропажа ветеранов НЕФ Вячеслава Линника. Его бесследное исчезновение потрясло жителей маленького закрытого города. Вячеслава Михайловича искали много дней. Даже когда ударили морозы, родственники и волонтеры не прекращали поиски. Но зацепок до сих пор нет. Еще один пенсионер, Евгений Наумов, 28 декабря прошлого года ушел из дома на улице Советской и не вернулся. Ориентировка на него появилась только в середине января, когда родственники обратились в полицию. Тогда же к поискам подключились волонтеры. Но все усилия пока напрасны. Как бы была очень поздно дана информация о пропаже. Это очень много времени прошло. То есть если человек, ну бывают такие случаи, что человек пропадает, родственники быстро реагируют на это. И проходит буквально 2-3 часа человек найден. Отряд Рысь-Саров сформировался в октябре. До этого его участники, в том числе и наш собеседник, были задействованы на других поисках. Сергей, например, начинал с поисков пятилетней Зарины Авгоновой. Девочка заблудилась в лесу в Вознесенском районе в марте 2019 года. Тогда ее искали буквально всем миром. Девочка нашлась живой, но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. Как и при любых поисках, все происходило по определенному алгоритму. Сначала пишется заявление в полицию, потом звонят на горячую линию нашего центра, поисково-спасательного центра Рысь. Далее инфоркт начинает собирать информацию о пропавшем человеке. Когда пропал, какие обстоятельства, выясняет. И уже начинает собирать сбор на поиск. После этого формируются экипажи, делается сетка, по которой поисковики обследуют местность. В Сарове не один поисковый отряд. Помимо Рысь, куда входит 52 человека, есть еще поисково-спасательный отряд «Волонтер» и кинологический отряд «Саров». На всех поисках в черте города и за его пределами добровольцы работают сообща. Спасение потерявшегося человека – командная работа. Никто не старается перетянуть одеяло на себя. Поисковики обращают внимание, что заблудиться можно даже в знакомом лесу. Таких случаев немало. Собираясь на прогулку в лес, сообщите родным, куда именно вы идете. Наденьте яркую одежду, возьмите мобильный телефон, запас еды и свисток. Часто, обессилив, человек уже не может громко звать на помощь, но может подать сигнал свистком. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Кинематограф пестрит мифами и стереотипами о работе экспертов-криминалистов. В художественных картинах они всего за пару дней могут вычислить преступника по одному только волосу или отпечатку сапога. А как все происходит в реальной жизни и что криминалисты хранят в своих знаменитых чемоданчиках? Экспертный криминалистический чемодан, с которым сотрудник правопорядка выезжает на место происшествия, называют просто и лаконично. Криминалист. Именно он помогает эксперту собрать материальные следы преступления. В нем можно найти лупу, ультрафиолетовую лампу, разные реактивы и пасты. Инструменты есть для работ на месте происшествия, потому что в ряде случаев эксперт является и плотником, и так далее, и слесарем. Необходимо, например, где-то изымать какие-то объекты на дверях, замки и тому подобное. Вот есть набор таких инструментов. Этой непростой профессии Сергей Толоконников посвятил 22 года. Фильмы о криминалистики смотрят редко, потому что серьезно воспринимать их не получается. Ярче всего Сергею Николаевичу запомнилось расследование в сериале «След», где была только одна улика – лопата. На ее черенке нашли следы дынка человека, больного диабетом и дыраковым маслом для определенной модели машин. Сколько таких моделей в Москве? Посмотрели. Оказалось, всего четыре. Вот видите, всего четыре. А давайте посмотрим, сколько людей, управляющих транспортными средствами, страдают хроническими заболеваниями. Например, сахарный диабет. Один? Все. Буквально за полчаса особо тяжкое преступление, по сути, не выходя из лаборатории, было раскрыто. Вот это, конечно, на самом деле интересно, смешно. В реальной жизни таких фантастических совпадений не происходит, и подобные расследования занимают куда больше времени. О своих методах работы Сергей Николаевич говорит обобщенно и коротко. Многое разглашать запрещено. Одно утверждает точно – преступник не может замести все следы преступления. Троссологические следы и объекты. Почерковеческие, баллистические, биологические, микрочастицы различные и так далее, и тому подобное. Несмотря на то, что Саров относительно спокойный город, работы для криминалистов здесь хватает. Даже во время интервью в отдел поступило два вызова. Свой профессиональный праздник эксперты отмечают на рабочем месте. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Саровскому литературному объединению «Радуга» в этом году исполняется 60 лет. В нем собрались одни из самых уважаемых писателей-поэтов в масштабах страны и за ее пределами. Елена Кашева – яркий тому пример. Она начала писать в 15 лет сначала стихи, потом небольшие повести, которые переросли в крупные произведения. Первая публикация была в журнале «Ни два, ни полтора». Мне было 16 лет. У меня была небольшая повестушка. Мы даже не могли найти жанр придумать, потому что я написала. Потому что рассказ не тянуло, на повесть тоже не тянуло. Придумали жанр такой повестушка. А серьезной прозой я стала заниматься уже после 20 лет. После того, как у меня родился ребенок, старшая дочка. И в какой-то момент я поняла, что желание рассказывать истории настолько сильное, что просто непредалимо. Герои произведений Елены абсолютно разные. Ее вдохновляют людские силы воли и душевная глубина. По словам Саровчанки, она пишет о жизни, о человеческих судьбах. В основе каждого сюжета есть два-три прототипа. Проза должна быть достоверной. Читатель должен сопереживать герою и отчетливо представлять себе обстоятельства, в которых он оказывается. Чтобы эту психологическую достоверность отразить и накопить ее, для этого, конечно, нужен большой житейский опыт. И, естественно, если человек сам не проживал любовь, счастливую любовь или несчастную любовь, он это не сможет отразить ни в прозе, ни в стихах. И если у человека нет опыта страдания или гревания, то его герой, скорее всего, получится очень плоским, картонным. В нем не будет той насыщенности, той жизни, ради которой, собственно говоря, произведение и пишется. По мотивам повести Елены Кашевой «Рассмешить Бога» в 2006 году сняли одноименный фильм, который в тот период стал одним из самых рейтинговых на российском телевидении. У автора же экранизация вызвала неоднозначные эмоции. Все было не так, и это можно было снять лучше и намного красивее. И в рамках того же самого бюджета это всегда вопрос к тому, кто отвечает за этот фильм. У этого проекта не самая счастливая судьба, как мне казалось. На самом деле, независимо от моего мнения, есть объективные обстоятельства и факты. Фильм получил самую высокую долю и самый высокий рейтинг в 2006 году. То есть я могу как угодно сопротивляться тому, что случилось, но зрители этот фильм приняли и полюбили. Чтобы войти в топ современных писателей, представителям этого ремесла приходится сильно потрудиться. Стучаться в закрытые двери крупных издательств, активно продвигать себя в медийном пространстве. Порой выбирать провокационные сюжеты. Но иногда популярность мешает творцу, ограничивает его. По словам Елены, качественную глубокую литературу сейчас чаще можно встретить в провинциальных городках за неприметными обложками. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. О конкурсе эскизов Елена Бабинова узнала только в конце января. Дизайнера женской одежды привлекла возможность попробовать себя в чем-то новом. Поэтому она и решила принять участие в создании эскизов мужского оркестрового костюма. Рисовать их от руки было долго, и Елена решила обратиться за помощью к своей однокурснице Жанне Коченович. Ее коллега из Великобритании отлично рисует в компьютерной программе. Так и образовался творческий тандем. Вообще мы перекидывались во всех мессенджерах и фотографиями старинными, и современными. И искали какие-то решения, и пришлось мне даже вспомнить, почему вышивка. Потому что в Нижегородской области было славно золотное житье. Вот, если знаете, в Арзамасе у нас в монастыре вышивальщицы вышивали одежду с золотыми нитями. На подготовку конкурсной работы ушло 4 дня. Дизайнера вдохновил показ Прада 2012 года. Сюртуки и стильные костюмы демонстрировали голливудские актеры Гэри Олдман, Уильям Дефо, Эдриан Броуди и Тим Рот. Елена и Жана отправили на конкурс несколько вариантов цветовых решений. Оставили черные брюки, красный сюртук для музыкантов и белый для дирижера. Помимо эстетического вида, костюмы также должны быть удобными. Музыканту надо играть. Наверное, они будут вставать и садиться. Именно поэтому у нас полочки закругленные, открывающие брюки. Именно поэтому застежка только до талии. Поэтому у нас на спинке идут глубокие складки и разрез. Там правильный окат, карманы. Все вот эти вещи такие. Водолазка, а не рубашка. Готовые костюмы планируют продемонстрировать на фестивале моды «Матрешка Фэшн Вик-2021». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. У каждой мамы есть коробочка, куда она складывает поделки детей. Первые неловкие рисунки, склеенные маленькими ручками открытки. И, как правило, 8 марта эта копилка творчества всегда пополняется. Юлия Цебуцинина для своей мамы смастерила уже десятки подарков. Она меня обнимает и говорит спасибо. Бумажные букеты, объемные открытки и коробочки с сюрпризом. К 8 марта в библиотеке Пушкина подготовили несколько мастер-классов по изготовлению подарков для мам и бабушек. На них ждут всех желающих. Занимаются с детьми каждый день с 9 утра до 6 вечера. Предварительно записываться не нужно. Настя Ефимова побывала на всех мастерских. К празднику девочка уже готова. Мне очень понравилось склеивать цветы. Сначала нужно сделать из полосочек, сложить вместе, а потом склеить. А потом эти полоски нужно клеить между собой. Получается цветочек. Никаких специальных умений для участия в мастерских не нужно. Не нужно и брать с собой бумагу и инструменты. Библиотекари все подготовили сами. Чтобы сделать подарок для мамы, достаточно просто зайти и заявить о своем желании. Самый главный подарок для мам, бабушек – это как раз подарок, сделанный руками их детишек, малышей от чистого сердца. Прийти на мастер-классы можно с родителями или самостоятельно, например, по пути из школы. Мастерские в Пушкинке будут работать до 13 марта. Ловкие, веселые, творческие и умные. Ребята из клуба по месту жительства «Восход» в очередной раз доказали, что описание им точно подходит. В условиях пандемии собираться не получалось, поэтому праздник в честь 23 февраля и 8 марта участники очень ждали. Это была игровая именно программа, рассчитанная на участие команд. По количеству человек мы как раз разделили на три команды. И задание было выполнять различные конкурсы, задачки на баллы. Члены клуба соревновались в меткости, сочиняли стихи, собирали пазлы и расшифровывали анаграммы. Каждый старался проявить себя, быстро и слаженно действовать, чтобы заработать как можно больше очков в общую копилку. Самый лучший конкурс это было, когда надо было сочинить стихи. Мы все с нашей командой работали коллективно и совещались. Так мы победили первое место. Мне было очень интересно выполнять. Мы кидали здесь снежки. Мне очень понравилось. Я каждый раз отпрашиваюсь у мамы. Мне мама разрешает говорить, ладно, иди. И я очень радуюсь этому, потому что я могу увидеться со своими друзьями и побывать на этом празднике. Мне понравилась игра, когда надо было разгадывать слова. И получалась команда. Атмосферу праздника создавали творческие номера. Их воспитанники музыкальной и танцевальной студии готовили заранее. Со сцены прозвучали трогательные песни для мамы и зажигательные эстрадные ритмы. В промежутках между игровыми заданиями мы вставляли творческие номера. Потому что у нас в клубе помимо игротеки и зоны свободного посещения также существует музыкальная студия и изо-студия. И вот ребята музыкальной студии, девочки, они у нас пели, готовились. Для них это очень вообще важный момент, потому что из-за пандемии, когда отменили все концерты, не было момента выступления у них. И вот наконец-то это произошло. Лучшими оказались команды «Незабудки» и «Восьмерка». Остальные не огорчились. Призы и положительные эмоции от встречи получили абсолютно все. Никакие гаджеты, мессенджеры, новейшие технологии не могут передать душевную теплоту строк, написанных от руки. Казалось, что письма и открытки остались в 20 веке, но нет. Проект посткроссинга возрождает переписку, причем на международном уровне. Полина Михалькова стала посткроссером год назад. За это время она получила более 70 открыток из разных стран. Самая, наверное, любимая моя открытка была, это когда мне Луи, так звали девочку, она мне прислала открытку и сказала, вот эту открытку я нарисовала сама. Я не верила своим глазам, она была прям в точь-в-точь, как живая. На меня смотрела девушка, и она сказала, это моя сестра. Я не верила своим глазам. На первой в этом году встрече посткроссера в Пушкинке Полина провела для новичков клуба викторину об истории проекта и культуре разных стран. Также девушка принесла открытки с марками и почтовыми штемпелями зарубежных государств. Полина отметила, что переписка очень увлекает, но не стоит забывать о практической стороне вопроса. Первым делом рассказать это родителям, потому что посткроссинг – это затраты, марки, открытки. Вот, допустим, в нашем регионе очень требовательны к открыткам. Допустим, за границей мне говорят, что очень красивые открытки, а у нас регламент, что самодельные открытки только в некоторых регионах, то есть можно. Второй совет Полины – прийти в клуб в Пушкинку. Живое общение, обмен опытом не заменит никакая инструкция в интернете. Но сначала нужно зарегистрироваться на сайте postcrossing.com. Этот сайт устроен так, что по пять адресов людей, совершенно нам незнакомых со всего мира, сайт нам предоставляет, и мы должны им отправить открытки. И в ответ мы получаем тоже пять открыток. И вот так вот постоянно это, знаете, как конвейер получается. Это безумно интересно и безумное счастье, когда заглядываешь в свой почтовый ящик и видишь открытку совершенно с другого конца земного шара. Так как переписка идет на английском языке, то посткроссера отрабатывает навыки письменной речи, умение составить небольшой рассказ о себе, правильно перевести полученное сообщение. Ну, я думаю, что с первого класса ребята вполне уже могут самостоятельно подписывать открытки, потому что с первого, со второго класса они уже изучают английский язык, а именно английский язык является международным в посткроссинге. Следующую встречу саровские посткроссеры планируют провести во время весенних школьных каникул. Герой, он спасет сорти. Это человек-технарь. Именно такой супергерой получился бы, если Питера Паркера в известном фильме укусил студент с РФТИ. Фантазийные и юмористические сценки были домашним заданием участникам вечера кино. Его для саровских студентов организовала ивент-команда молодежного центра. Игра в кино. Основная ее суть, то, что проверить, насколько хорошо знают ученики техникумов города Сарова, фильмы и их названия, а также из них известные киномемы. Кроме забавных картинок, студенты с РМК, СПТ и с РФТИ отгадывали актеров по их детским фотографиям, фильмы по саундтрекам, а также искали киноляпы. За правильные ответы игроки по традиции получали баллы. Пока жюри подсчитывало их количество для каждой команды, перед ними выступили солисты вокальной школы-студии «Дива». По результатам игры первое место досталось студентам с РФТИ. Весело очень провел время, было очень интересно. Была такая напряженная борьба, но мы победили. Видимо, пересмотрел фильмов на изоляции, так что все получилось. Победители получили заряд положительных эмоций, билеты на просмотр любого фильма в кинотеатре города. На выходных они, вооружившись попкорном, смогут пополнить свою кинокопилку новой картиной. Не кидайтесь прибавлять звук. Это не технический сбой. Тишина – мир, в котором приходится жить людям с ограничениями слуха. Им недоступны привычные для нас вещи – насладиться музыкой или посмотреть телевизор фоном. И тем не менее, это полноценные люди, которым по силам многое, если не все. Яркий тому пример – история Андрея Калинкина. Он сумел сделать то, что не удается многим людям – найти работу, которая делает его счастливым. Я действительно, но отсутствие человека, не мешает, не сниматься. Любимым силам коры, наоборот, моя любимая работа, силы от меня вырыли сильнее. Я не чувствую себя не так, как все. Стрижет клиентов молодой человек особой золотой машинкой. Ее он выиграл прошлым летом у коллеги из Самары в инстаграм-конкурсе. Это далеко не единственное соревнование, в котором молодой человек оттачивает свое мастерство. Свободного места на стене под сертификаты остается все меньше. Общий язык с клиентами Андрей находит легко. Интересующую модель прически выбирает по фото или через телефон. Люди с ограниченным слухом могут найти себя практически в любой профессии. Сейчас, за последние годы, уже сформировано множество государственных программ, где люди с ограниченными возможностями, не только по слуху, но и по зрению, любые там многие синдромы, типа как ДЦП, могут быть трудоустроены официально, с полным соцпакетом. Различные организации, но чаще всего это, конечно, государственные и муниципальные организации. Причин ухудшения слуха много. Производственные травмы, врожденные дефекты, перенесенные воспалительные процессы. Часто предотвратить или изменить ситуацию невозможно. И люди учатся жить в реалиях без звуков. Но нередко к проблемам со слухом приводит халатное отношение к своему здоровью. Естественно, молодежь, да, призывая всех, конечно, индивидуально в отношении наушников, громко слушайте музыку. Вы все наши будущие клиенты. Кто-то раньше, кто-то позже, но мы с вами встретимся с учетом того, что свои волосковые клетки, а это рецепторы, которые переводят импульс в головную мозгу, вы просто собственноручно убиваете, но зато имея кратковременное удовольствие от громкого прослушивания музыки. К врагам хорошего слуха врачи также относят ватные палочки. Отказываясь от них и от громких звуков в наушниках, вы защищаете свое здоровье. Полноценно жить в тишине можно, это доказывает пример Андрея. Но если есть возможность этого избежать, лучше ею воспользоваться. С Нижегородского турнира, посвященному Дню защитника Отечества и 8 марта, саровские биатлонисты вернулись с массой наград. Копилка взрослых спортсменов пополнилась медалями за игры в парной категории. Вячеслав Никитин и Кирилл Торопов взяли золото. Несмотря на то, что из-за пандемии долгое время не тренировались. Ну, год мы занимались, на самом деле поехали просто попробовать свои силы. Начали сначала играть, конечно, было просто отвратительно. Хотелось уйти просто с площадки, сказать, нет, все, не наше. А потом потихоньку вкатывались, вкатывались. И на самом деле к финалу уже, когда мы играли за первое место, ну, это уже было похоже на бадминтон. Юные бадминтонисты от своих коллег не отставали. Владимира Князева три с половиной года назад в спорт привел папа. С тех пор юноша с ракеткой не расстается. В бадминтоне видят одни преимущества. Он развивает зрение, у кого зрение плохое. Он развивает скорость, дыхалку. Мы отрабатываем часто подставки и скидки. В Нижнем Новгороде Владимир занял третье место в одиночной мужской категории группы «Д». На этих же состязаниях первое место в одиночной женской заняла Боровкова Алена. Было сложно, но я старался. Мне все получилось. И было, я победила в тренировании. Сейчас Алена готовится к первенству России по спорту глухих. Взрослых же бадминтонистов впереди ждут городские соревнования 14 марта и традиционный турнир памяти Василия Баталова 20 марта. Падение, подножки, мелкие потасовки и удаление. Юные хоккеисты играли быстро и немного агрессивно. Счет открыли гости. Первая шайба оказалась в воротах уже на второй минуте матча. Перенять инициативу Саровской команде удалось только в конце первого периода. Он закончился со счетом 1-2 в пользу вятки. На зрительских трибунах также было неспокойно. Поддержать юных хоккеистов пришли болельщики обеих команд. Болеем как можем. И горлом, и телом, и голосом. Всякое разное. Нас трое, а у вас тут так много сорого. И еще давят очень сильно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так нельзя. Плохо говорят нам. Некрасиво. Наши парни играют отчаянно. Молодцы. Судейство, конечно, подводит. Но я думаю, что мы выиграем и всех порвем. Во втором периоде соперники не отдавали друг другу преимущества. Он закончился ничьей со счетом 3-3. Второе дыхание у Саровской команды открылось уже в последнем отрезке игры. За шесть минут в воротах соперника оказалось четыре шайбы. Последний гол забили гости на 58-й минуте матча. Сегодня до конца старались, боролись. Но сопернику повезло где-то чуть больше. Где-то, может, по мастеровите оказались ребята. Дома мы играли с командой. Также мы пополам сыграли. Одну выиграли, одну проиграли. Здесь вчера упорная борьба была. По булитам только выяснили. Ну и сегодня два периода. Тоже ничейный счет был. В концовочке немножко провалились. Матч закончился со счетом 7-4. Встреча для Саровской команды была принципиальной. Победа помогла обогнать соперника и занять третью строчку в турнирной таблице. Платон Пахрицын хоккеем занимается с четырех лет. Должность капитана иногда бывает очень непростой, признается юный спортсмен. Очень была напряженная игра. Мы сначала первый период очень неплохо сыграли, а в конце их добили. Команда очень хорошая, с ними напряженно играть. На судей нельзя ругаться. Напряженно было всегда. Теперь воспитанники спортивной школы готовятся к встрече с командой «Ишталь» из Ижевска, которая пройдет на нашем льду уже в конце марта. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин